Вы смотрите отзыв об отеле Punkcore Island Beach Resort. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником ТВТ, который был в нем в 2011 году. Бронировала отель через агода. Заранее заказывала индивидуальный трансфер до Лумута, письмо на имейл отеля, оплата через банк. Дорога из Лак до Лумута заняла 35 часа, в Куала-Лумпур не заезжали, обратно ехали около 4 часов. Дороги хорошие, все транспортные развязки понятны, масса указателей. На пристани в Лумуте сразу нашла стойку отеля, билет туда-обратно равно 19 метров. Здесь же заполняется регистрационный бланк. Багаж забирает на пристани и приносит в отеле в номер. На пристани выдают наклейку на одежду с эмблемой отеля, номер ежедневной газеты отеля, листовка с информацией о погоде, разных мероприятиях и рекламы. Такую газету ежедневно приносит в номер. Путь по морю до пристани отеля нау. Панкор занял 30 минут. Паром, а точнее катер, старенький. Качки не было. Сразу у пристани на острове, автобус-отеле, ехать минуты 2-3. На ресепшн встречают песнями и приветственным напитком. Уже приготовлены документы и ключи для всех приехавших. Отельный ваучер от Агода не понадобился. Необходимо сообщить номер кредитной карты или оставить депозит. Я выбрала последнее, за 8 дней 400 мир. Номер в Ocean Wing сначала дали относительно недалеко от ресепшн. Номер 237, вид неплохой на океан и бассейн. Но со стороны двери был сильный шум от какого-то генератора, даже при закрытых дверях. А со стороны окон шум от бассейна, вара. Поэтому вернулась на ресепшн, попросила номер поменять, что сотрудники сделали номер 214. Поселили ближе к зоне спа и вилл. Персонал, действительно, как пишет во всех отзывах, очень дружелюбный и внимательный. Весь отель состоит из трех больших корпусов, которые соединены друг с другом и корпусами для персонала переходами-галереями, что удобно во время дождей. Только виллы стоят отдельно. Garden Wing, Pacific Wing, Ocean Wing, виллы. Можно ходить на пляж босиком. Есть два бассейна, два ресторана, два бара, поле для гольфа, два теннисных корта, футбольное поле. Разные водные виды развлечений. Тренажерного зала нет. Вокруг отеля джумбли. Комната уютная, есть небольшой балкончик со стульями и столиком. В комнате двухспальная кровать, диванчик, сейф, фен-утюг и гладильная доска, ТВ, холодильник, чайник и принадлежности для приготовления чая-кофе, письменный стол, тумбочки, ящички, журнальный столик, кондиционер, вентилятор. Есть деревянная сушилка, ее лучше на балкон выносить под присмотром, так как обезьяны могут утащить вещи. Ежедневно в номер приносят два бутылки питьевой воды по 0,5 литрам, пополняют принадлежности для чая-кофе, а также всякие гели-шампуни. Уборка качественная. Полотенца, в том числе пляжные, горничная меняют два раза в день. Оставляла горничным по одному мир, забирали не всегда. Гости в отеле, в большинстве азиаты, китайцы, корейцы, японцы, индийцы, пакистанцы, около 30%, европейцы, было 3-4 русских пары. Азиаты отдыхают большими семьями или компаниями. Много детей, но никто никому не мешает. На завтрак, шведский стол, в ресторане Hornbull, каждый день одно и то же, меня это не напрягало. Выбор достаточный для азиатов, и для европейцев. Во время завтрака прилетают птицы-носороги, и птички поменьше, воровать еду из тарелок, так что тарелки с едой лучше надолго не оставлять, особенно на веранде. Во время ужина, шведский стол, в ресторане Hornbull, хороший выбор азиатских блюд. А вот европейских, не очень. Для меня это не проблема, тем более, что все было вкусно и качественно. Очень понравились десерты. Можно хотеть ужинать в другой ресторан по меню. Но там тоже выбор европейских блюд невелик. Минимальная стоимость ужина, шведский стол, 65 мир для взрослого, плюс 10 процентов сервис, плюс 6 процентов налог. Напитки во время ужина платные, кроме чая, кофе. Вай-фай бесплатно есть на ресепшн и ресторане Hornbull. Но там нет розеток. В спа-салоне цены высокие. Все процедуры по прайс-листу, в основном пакетами. Дополнительно спрашивала про массаж спины и плеч, 160 мир. В библиотеке книги можно взять только в определенное время, 12, 13, 00, 17, 18, 00. Мне кажется, это не очень удобно. С погодой, я считаю, повезло было не очень жарко, периодически облако, ветерок. Дождь был не каждый день, поздно вечером или ночью. Темнело примерно в 19 часов 30 минут. Влажность высокая. С собой было три купальника, два из них постоянно находились в процессе сушки. Пляж большой, принадлежит отелю. Море здесь образует небольшую бухту. Зонтиков на пляже нет. Деревья вдоль пляжа, создающие тень, есть только напротив Ocean Wing. Лежаков на пляже достаточно, у бассейна рядом с Ocean Wing лежаков нет, только столики под зонтиками. Вода в море чистая, прозрачная, очень теплая, особенно к концу дня. Иногда жжется планктон, но большого дискомфорта нет. Рыбок мало, ради хорошего сноркелинга в Малайзии нужно ехать на другие острова. Видела коричневых медуз с белыми точками. Песок не белый, как пишут, а светло-серый, как сухой цемент, мягкий, мелкий. В песке в зоне прилива-отлива очень много мелких светло-серых и коричневых крабиков. Птицы-носороги в большом количестве летают вокруг, сидят на пальмах, позируют для фото, таскают еду из оставленных без присмотра тарелок на пляже и на веранде ресторана. По территории ходят павлины, утром видела белок, бегают по дорожкам и по пальмам, пока народ спит. Насекомые не кусали ни в номере, ни на пляже, только на экскурсии в джунгли. Была на два экскурсиях. Один. Тур вокруг острова со сноркелингом, около 3 часов, 75 минут. Объехали на моторной лодке вокруг весь остров, посмотрели на плавучие рыбацкие хозяйства фабрики, рядом расположенные острова, пришвартованные корабли. Заехали на 30 минут в городок за сувенирами, проехали мимо А. Панккор Лаут, вернулись по. Панккор на сноркелинг. Ничего интересного, малюсенький заливчик, рядом остановка. Водитель лодки кидает в воду хлеб, приплывают три вида рыбок. Кораллов практически нет. Два. Экскурсия в джунгли, 2 часа, 10 мир. По тропинке, которая начинается сразу за территорией вилл. С гидом нужно идти в гору, невысокую, дойти до вершины, потом другой тропой спуститься обратно. Гид рассказывает о деревьях, животных. Тропинка естественно скользкая, то камни, то ветки с колючками, местами надо пробираться, держась за канат. Вернулись все грязные в колючках и муравьях, чего и следовало ожидать. И в завершение, про обезьян, которые ежедневно приходят из джунглей, бродят по территории отеля и пляжу, залезают на балконы, ищут чем поживиться. Подкрадываются на пляже к лежакам и столикам и тащат еду прямо из тарелок и пакетов. Причем, когда их отгоняют, скалят зубы, рычат и пытаются нападать. На балконной двери и в ежедневной газете есть предупреждение, уважаемые гости, не кормите обезьян. Помните, обезьяны умеют открывать балконные двери. Уходя, держите двери на балкон постоянно заблокированными. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.